Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас в прямом эфире программы «Спорт-клуб». И как всегда о спортивной жизни вам расскажет Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Первые два блока нашего сегодняшнего эфира будут посвящены УШУ. Так как на следующей неделе, 24 и 25 ноября, под сводами Дворца спорта «50 лет победы» состоятся очередные чемпионаты и первенства по УШУ в памяти Брюса Ли. У нас в гостях сегодня организаторы, участники и судьи этого замечательного спортивного события. С большим удовольствием представляем вашему вниманию наших гостей. И у нас сегодня в студии главный судья соревнований Эдгар Табуков. Далее у нас с нами рядышком Евгений Самсонов. Это судья соревнований. А также участница грядущих соревнований Антонина Иванова. Ну что ж, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, конечно. Основные положения соревнований, где и когда они будут проходить? Ну, как уже сказали, они пройдут по комплексе «50 лет победы». Это соревнования календарные. На них мы отобираем состав сборной республики Саха-Якутия по УШУ, которые будут представлять нашу республику на соревнованиях дальневосточных федерального округа. Ну и при получении соответствующих мест путевок они будут представлять не только республику, но и округ на соревнованиях российского уровня. Ну мы знаем, что также знают наши дорогие телезрители, любители спорта, то, что в прошлом году чемпионат и первенство проходили в зале детско-юношеской спортивной школы номер 4. В этом году во дворце спорта. Можно ли говорить о том, что масштабы из года в год развиваются? Ну да, УШУ у нас как бы развивается, несмотря на то, что заниматься спортом все-таки становится сложнее иногда. Но зал очень хороший, и я надеюсь, в этом зале наши соревнования пройдут еще успешнее и лучше. И все же зал расположен очень удобно. Поэтому все желающие могут подойти и спокойно посмотреть наши соревнования. А вот у меня зародился вопрос в ходе беседы с вами. Ну мы видим динамику, да, развивается УШУ в республике. А вообще, как давно появился вот такой вид спорта у нас на территории нашей республики? Очень интересно. Ну отдельные энтузиасты занимались еще в советское время. Но более-менее начали заниматься только с середины 90-х годов. А по-второму, по-настоящему второе дыхание УШУ получило в 2000 году, когда на базе Якутского госуниверситета была открыта секция УШУ. И вот на основе этой секции, которую возглавлял очень долгое время Самсон Василий Миронович, поддержку очень наказал Прокопьев Акай Тихонович, который сейчас является президентом нашей федерации, УШУ начало развиваться более официально. И мы потом зарегистрировали организацию, которая называется Центр изучения УШУ и Цигуни Бестарика. Ну и когда мы вышли на всероссийский уровень, мы зарегистрировали официально федерацию УШУ республики Саха, которая аккредитована при Минспорте и является официальным представителем УШУ в нашей республике. Ну то есть официально. Здорово. Евгений, вот вы представитель судейского корпуса. Наши телезрители знают, что очень много направлений есть в УШУ. Вот сколько направлений будет представлено на грядущем чемпионате и первенстве, и вообще сколько на данный момент зарегистрировано участников? Участников мы еще не зарегистрировали, но заявки уже подали, как бы разные клубы. Участников бывает обычно от 150 до 200 человек обычно. И виды, например, УШУ-сань, да, есть у нас УШУ-таулу и Тайдицуань. Вот основные три вида. А возрастные категории? Возрастные категории у нас от 7 лет вот дети занимаются, до 10 и до 16 лет. Есть взрослые, да, там без ограничений уже почти получается, да. Да, взрослые у нас без ограничений. Их, наверное, большое количество, да? Да, вот Тайдицуань занимаются в основном люди в возрасте. И в международной практике, и в российской практике есть очень возрастные участники. Вот мы были на соревнованиях сейчас в Китае, и возрастная участница была 74 лет. Даже так? Да, 74. УШУ все возрасты покорны. Да, потому что УШУ, при всем названии, что это боевое искусство, оно содержит очень много оздорительного аспекта. И для здоровья можно заниматься в любом возрасте. Ну, давайте поговорим непосредственно с участницей соревнований. Антонина Иванова, вы как давно попали в этот вид спорта, и вообще, как вдруг вам стало вдруг интересно, да, заниматься именно УШУ? Когда начали вот в 2005 году утренние зарядки, ну, вот с того и начали заниматься. И до сих пор занимаюсь, участвую там во всех соревнованиях. То есть все начиналось вот с утренних зарядок, да, а вот сегодня у нас в студии сидит бронзовый призер седьмого чемпионата мира по кунг-фу в разделе Тайзитси Вань. Скромно, да, скромно сидит Антонина, а на самом деле она бронзовый призер чемпионата мира. И мне кажется, нужно ваучу посмотреть, да, покажите, покажите вашу награду. Итак, уважаемые телезрители, вот видите, с 2005 года начала заниматься УШУ, и сейчас уже вот такие замечательные достижения есть. Здорово. Могу добавить, что весной этого года Антонина участвовала в соревнованиях в Европе по традиционному ШУ в разделе Тайзитси Вань. И скромно молчит она у нас. Она стала чемпионкой Европы с оружием, это как бы и с номинацией, и серебряным призером Европы. Как здорово, да? И так скромно сидят, да? Ну, как говорится, скромность украшает спортсмена и человека. Поздравляем вас с такими достижениями и, конечно, желаем вам уже, наверное, золотого, да, золотой медали, золотой награды для вас. Бронза есть, значит, недалеко и серебро, да? Спасибо. И, ну что, а мы продолжаем. Ну, вот раз уж мы затронули тему, да, вот такого интересного вида спорта, все-таки это спорт. Спорт. Это спорт, это физические нагрузки, и как бы легко ни казалось на зарядках, якобы, да, ведь, но когда народ-то весь увидел, да, вот этот вид спорта, да, стал популяризироваться именно на этих зарядках. И, возможно, это кажется с виду-то легко, да, но вроде там ничего сложного. На самом-то деле, вот расскажите немножечко про этот вид спорта, что он развивает, какие плюсы. Ну, как вид спорта, если взять, он соревновательный, можно разделить его на два вида. Вот спортивная ушу, она представлена как таулу, она похожа на гимнастику, на художественную гимнастику. А по тем элементам сложности акробатики, она похожа даже на спортивную гимнастику. И как в художественной гимнастике есть же также предметы, вот оружие, ленты, может быть, цепи и так далее. А другой вид, это единоборство. Это очень популярно у нас якутски, его очень многие знают, благодаря тому, что наши спортсмены в последние времена очень хорошо выступают по сан-да, или другое название сан-шоу. И третье направление, это оздоровительное. И даже по оздоровительному направлению проводятся соревнования. То есть есть определенные комплексы, и люди в возрасте могут спокойно эти комплексы показывать, соревноваться, делать под музыку, получать при этом большое удовольствие. Действительно, на этих чемпионатах и первенствах очень большое внимание вызывает именно соревнования по ушу сан-да. В прошлом году наша творческая группа выезжала к вам на соревнования, мы сняли весь турнир и показывали нашим дорогим телезрителям. В этом году мы также к вам приедем, мы также будем снимать, может быть, не только ушу сан-да. Давайте отдельно про ушу сан-да. Если смотреть на этот вид спорта со стороны, то кажется, что это те же смешанные единоборства. Все очень контактно, все очень жестко. Сколько обычно бывает участников, и вообще, как вы думаете, в этом году будет больше участников, чем в прошлом году? Ну, мы надеемся, что участников будет больше, но тут бывает ввиду того, что наш вид спорта сан-да якутский, он как бы универсальный. В связи с тем, что очень смешанные единоборства развиты, а ушу сан-да относится к тем основам смешанных единоборств. Спортсмены, которые занимаются смешанными единоборствами, они пробуют себя в нашем виде. У нас в Якутске есть очень известные клубы смешанных единоборств. И одна из точек соприкосновения, выяснить свои данные, характеристики, это встретиться на нейтральной полосе. В данном случае на нашем помосте. Отличие сан-да такое, что бои идут на помосте. И можно встретиться на помосте по нашим правилам и выяснить, какие смешанные единоборства лучше. Человеку-фу сильнее, да? Да, сильнее. Человеку-фу сильнее. Здорово. Действительно, нас ждет очень интересное соревнование 24-го и 25-го. У нас, как я знаю, программа соревнований не меняется, да, из года в год? Или все-таки вносятся какие-то изменения? Нет, основных изменений не бывает, потому что вид спорта все-таки регламентирован. Есть и российские правила, есть правила, которые применяются в Европейской Федерации. И поэтому основные направления мы поменять не можем. Но так как это оригинальные соревнования, какие-нибудь, допустим, дополнительные условия мы для участников можем сделать. Это разрешается правилами. А так как у нас это официальный чемпионат, который вошел в календарь Минспорта, положение утверждено Министерством спорта, который предоставил нам это хорошее помещение. А у меня вопрос вновь к Антонине. А скажите, вот практикуется все-таки увлечение ушу, да, семейная практика, да? Все равно как-то, не знаю, мамы приводят детей, да, там услышал. В основном же это как-то такой вид семейный, да, вид спорта. А что касается вашей семьи, занимается ли кто-то еще из вашей семьи ушу? Или вы только одна увлеклись? Пока я одна только занимаюсь. Сейчас я занимаюсь в школе Тайзюсиань. Это учит, директором Кобякова Светлана работает, да. И мы как бы много этих, каждый год много становится там участников. Посещают все больше и больше. Да, да. И у вас как раз в этой школе есть очень пример хороший. Один из самых известных среди мужчин возрастных, это такой Немаев Николай наш. Вот у него сейчас занимается у вас и внук, и дочка. Да, дочка, внук и сам. Сам выступает на соревнованиях. И мы надеемся, вот эту семью мы увидим на наших соревнованиях тоже. Как здорово, да? Когда приходишь на соревнования, не один, а еще и с детьми, с внуками, да, и еще и при этом приносишь домой награды, да? Да, и при том еще они конкурируют уже. Кто лучше, да? Отлично. Ну что, а вот вообще говоря об УШУ, да, в целом, вот интерес есть? Интерес есть. Интерес есть. Хорошие результаты есть? Есть. Есть. Ну вот тогда пропагандируйте, вот, пожалуйста, вот для всех телезрителей, возможно, кто не знаком с таким видом спорта, да, где можно заниматься этим? Куда лучше отправиться? И вообще с какого возраста можно начать заниматься УШУ? Ну, тут все зависит от того, что хочет человек найти в себе в УШУ. Если для детей это больше спортивное направление, и для маленьких детей это вообще развивающее, укрепляющее упражнение, то для молодежи, да, конечно, недоборство. Ну, а людей уже среднего возраста, возрастных привлекает оздоровительный аспект. И поэтому, как говорят, УШУ всего возраста покорны, и желающие могут заниматься так в центре УШУ «Небесная река», это Федерация УШУ Республики, в школе Тедисуани Светланы Тимофеевны Кобяковой заниматься, и же также наш мастер, участник турнира в Ченду, Курченко-Дуард, у него связь своя школа. И поэтому можно заниматься в любом возрасте, просто с детьми в основном занимаемся мы в нашей школе. Вот Евгений Иванович даже может подробнее сказать. Ну, у нас занимается 6 лет, вот как я уже говорил, да. В основном у нас есть группы с утра и после обеда. Вот у некоторых детей, например, в школе, да, занятия с утра, они могут прийти после обеда. И в основном занимаются вот УШУ, боевой УШУ и УШУ Таулу спортивное. Ну, вот мы продолжим с Евгением разговор после небольшой рекламы. Кстати, во втором блоке мы увидим выступление его воспитанников. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее. Дорогие телезрители, мы вновь приветствуем вас. И если вы только присоединились к нам, напоминаем вам о том, что сегодня в прямом эфире программы «Спортклуб» мы говорим про чемпионат и первенство по УШУ памяти Брюса Ли, которое будет проходить 24 и 25 ноября. В первом блоке мы подробно поговорили о грядущих соревнованиях, а также что же из себя вообще представляет УШУ. И сейчас, как говорится, нам наглядно воспитанницы покажут некоторые направления данного вида спорта. Ну что ж, представляем вашему вниманию Милану Слепцову, Таисию Троеву и Ваэлью Кирову. Все они являются воспитанницами Центра изучения УШУ и Цигун «Небесная река». И первый у нас, как я понимаю, начинает Милана, да? Миланочка, проходи. Ну и тренера нам, наверное, прокомментируют, да, что это такое? Да, это у нас комплекс с длинным оружием, Гуншу, 32 формы. И вот размеры студии не позволяет ей делать все движения в полную силу. Да, она делается чуть быстрее. И не может она сильно ударить, потому что студия для этого не признаначена. Да, мы до этого с вами разговаривали о том, что при таких движениях должен быть какой-то звук, да? Да, вот сейчас мы услышим. Да, сейчас Таисия приглашается в Центр студии. Это уже, как я понимаю, другое направление, да? Да, это вот. Это комплекс с коротким оружием уже с Дау. Мечи Дау. Ну и на соревнованиях оценивается четкость движения, да? Акцентированность движения вообще? Да, скорость выполнения упражнения. Как бы технические элементы. Похоже на художественные гимнастики. Выставляются тоже баллы. Баллы имеют тоже и снижение бывает за ошибки. Суммируются. И по баллам, как на гимнастике, тоже мы видим. Вот она сделала приветствие. Все очень изящно. Здорово. Да, Ваэля. И очень много комплексов. Комплекс Ушу, Таулу, традиционное безоружие. Тоже спортсмен может выполнять это на большой скорости. Делается на специальном ковре. Такой с борсом. Можно на котором кувыркаться, падать. Выполнять разные акробатические элементы. Ну, она вот часть элементов покажет. Это как условный бой с тенью получается. И у китайцев очень ценится. Как бы изящество, красота движений. Ну, молодцы, девочки. Мне кажется, конечно, нужно спросить мнение-то самих спортсменок, да? Милана, расскажи, как давно ты занимаешься таким видом спорта? Я занимаюсь уже три года. Три года? А кто тебя привел? Меня привела мама. Мама. И тебе нравится? Да, мне очень нравится. А больше всего тебе в какой дисциплине нравится? С палкой. С палкой все-таки. Да. Поэтому она сегодня и с палкой, да? Логично. Все логично. Хорошо. А Таисия, ты сколько лет занимаешься? Один год. Один год всего? И уже ты так хорошо владеешь оружием. Это твой любимый, да? Да. Замечательно. А что больше всего нравится тебе в уши? Ну, то, что... Можно с оружием, да, выступать. Тяжело тебе? Ну, нормально. Нормально, ну нормально. Ну, давайте постарше, да, у нас, Ваэля. Ты занимаешься недавно, насколько мы знаем, да? Да. Только год? Нет, меньше. А, даже меньше года, да? А скажи, ну, ты вот уже взрослая, да? Тут немножечко девочки помладше, да, их родители привели, видимо, да? Ну, немножечко не собственное желание было, да? А ты пришла осознанно, сама пришла? Да. А где ты впервые услышала об уши? Я знала тренера своего. То есть ты вначале знала тренера и, соответственно, пришла в этот вид спорта, да? Да. И сейчас тебе прям нравится. А скажи, вот физически тебе тяжело, то есть вот эти упражнения, эта нагрузка-то есть на тело? Бывает такое, что приходишь, а у тебя устало тело? Нет. Ну, то есть совсем достаточно легко справляешься. Да. А на грядущих соревнованиях выступать будете? Да. Ну, хорошо. Ну, тогда желаем вам, девочки, удачи на грядущем. Ну, получается, они будут участвовать на первенстве уже, да? Да, на первенстве. Да, на первенстве желаем вам удачного выступления. Большое спасибо, что показали нам эти движения. Хорошо, ну, Эдгар, давайте продолжим говорить о наших грядущих соревнованиях, да? Ну что ж, ожидается большое количество участников, как детей, так и... Взрослых. Да, взрослых. А вот из года в год вообще меняется количество, вот именно, может... В прошлом году было меньше молодых детей, да, юных участников, а в этом стало больше. Или наоборот, старших было побольше, а сейчас поменьше. Вот какие-то вот изменения случаются? Да, бывает. Это в первую очередь даже связано, скажем, с такой вещью, как транспортная схема нашей. Бывают наши участники не успевают приехать. У нас, допустим, дорога закрылась, хотят, в общем, приезжать, допустим, юрингвинские спортсмены, солданы-спортсмены. И вот проблемы переправы и так далее, бывает, часто влияют. То есть команда готова приехать, а транспортная схема, да. То есть родители не хотят, допустим, отпускать детей в такую дорогу. Бывает такое. Бывает такое, что одновременно проходят различные соревнования по единоборствам в городе Якутске тоже. Хорошего уровня, высокого, республиканский. И бывает, спортсмен, допустим, может, ему надо выбрать, в каком своем виде выступать. И это тоже влияет на количество участников. Вот так. Ну, а у меня возник такой вопрос. Ну, как уж мы уже затронули, что, да, ну, популяризацию стала получать, да, ушел с 2000-х годов. И вот возникает такой вопрос. А вот что касаемо улусов? Развито ли ушел именно в улусах? Какие улусы можно отметить? Все-таки это такое, знаете, здесь же, ну, нельзя вот взять, отучиться, да, и все. И практикующий, да, должен быть, и тренер, да, он должен быть образован, как минимум, да. Ведь это очень сложный вид спорта. Это не просто, да, знать стандарты от нее. Это надо практиковать и постоянно развиваться. И есть ли у нас такие специалисты? И в каких улусах? Ну, у нас, как бы, как я уже сказала, в городе Ниренгре, Алдане уже сложившие школы. Одна школа является нашим филиалом, другая школа является филиалом при спортивной школе. А также многие наши выпускники, я имею в виду, почему выпускники, те, кто учились в университете, они заканчивают учебу, очень часто уезжают к себе на родину, и бывает, что ведут секси. Но бывает так, что в весе секси при этом работать тяжело. И бывает, допустим, в одном улусе у нас группа есть, через несколько лет человек, допустим, у него, допустим, рождается, дети, семья. Он, допустим, перестает. Бывает, переезжает в город Якутск. И вот из-за этого у нас, конечно, не все улусы могут похвастаться тем, что у них есть специалисты по ушу. Ну, вот мы затронули, да, тему о том, что вот где у нас есть филиалы и так далее. Мы сказали, вот три есть, да, школы основные. Проводят ли в вашей федерации какие-то выездные мероприятия в ближайшие районы? Может, там агитировать, там как-то... Мастер-классы, да. Насколько часто вот такие выезды? Да, мы это очень часто делали, еще лет, скажем, 10 назад, когда мы только начинали пропагандировать. Мы выступали на многих площадках, показывали свое мастерство, и тем самым давали людям знать, что такое ушу. Ну, а потом очень хорошее появилось такое направление, это выезды управления физкультурой и массового спорта, министерства спорта, декады здоровья. И вот очень активно мы в них участвовали. Вот, допустим, тот же наш Немаев Николай, ветеран нашего движения, очень довольно много ездил по улусам, показывал своим примером, что в возрасте человек после пережитого инфаркта восстановился, смог как бы прийти к полноценной трудовой деятельности и начинать даже выступать. Он, кстати, у нас был в студии в прошлом году, и прям, мне кажется, он зарядил свою энергию не только нас в студии, но и многих телезрителей, экранов, телевизоров. А у меня вопрос вот к Эвгению, простите, пожалуйста. Евгений, вот вы являетесь тренером, с детишками работаете, да? А вот у меня возникает следующий вопрос. Есть ли ребенок в гиперактиве? Ну, вот я вижу, здесь должна быть полная концентрация, да? То есть ребенок должен полностью владеть своим телом и уметь себя держать в руках. Ну, зачастую дети такого возраста, большой процент из них, они гиперактивны. Возможно ли им заниматься таким видом спорта? Да, к нам именно вот в основном приходят гиперактивные дети. Чтобы успокоить их. Да, чтобы у них успокоились, и внимание было, чтобы хорошо, чтобы учились. Они, ну, учатся у нас, и дисциплина у нас есть, конечно, строгая. То есть это реально, да, гиперактивному ребенку заниматься в шоу? Да, занимается. Потому что многие родители хотят, допустим, отдавать детей в гимнастику, вот такие виды, как, допустим, партизм. В некоторых видах спорта вот не берут именно детей иногда, бывает. Допустим, ребенок очень... Смотрят подъем, растяжку. А вот физические параметры отстают. И вот как раз у нас они переходят... То есть ребенок не должен быть идеально, да, физически? Он не может быть идеально, тем более в наших условиях, север, когда есть питание у детей, и вот воспитание у детей. Даже у нас приходят дети детсадовского возраста, мы брали детей пяти лет. Даже так. Да. Была практика, да? Была даже четыре с половиной года. И были дети, в общем, в большинстве путали, где левая рука, где правая рука. То есть у нас часто в этих образовательных учреждениях не дают такую нагрузку, не готовят детей. И даже уроки физкультуры во многих школах проходят по остаточному принципу. До сих пор. И у нас, когда мы сравниваем тех детей, которые занимаются у нас несколько лет, более хотя бы год, и сравнить его одноклассников, которым он уговорил прийти заниматься, то в основной массе дети, которые даже занимались полгода на физическом уровне, на порядок превосходят сверстников. Уже. Да. Ну вот, Евгений, мы увидели выступление ваших девочек, да, выступили очень, показали нам, впечатлили нас, да? А вот насколько трудно вообще ребенку, да, вот, ну, скажем, 9 лет, да, вот, Таисии и Милане по 9 лет было, например, вот, предположим, что вот пришел ребенок, ребенку 9 лет, насколько ему трудно будет освоиться вообще? И вот... Адаптация вот вообще? Да, мы вначале все равно даем несложные упражнения, сперва изучаем базовые упражнения. Ну, все делается играючи. Я всегда детям показываю, как бы, пример, с мультика, например, да, уж кунг-фу панда, да, я показываю им комплексы. Наверное, они после этого-то и приходят, после просмотра этого мультика, да? После этого уже более легче, как бы, работать с детьми. Да, бывают, допустим, дети, вот, скажем, более с лишним весом, и, допустим, в школе он, если комплексует, спортивный секси просто так не берут ребенка с лишним весом, то после просмотра мультика, как кунг-фу панда, он понимает, что шансы есть. Ушу, ушу, да? Да, и даже, да, соревнуются, вот именно. Да, Антонина, нам уже говорил Эдгар, да, о том, что люди в возрасте, они все-таки идут туда с целью оздоровительной, да, то есть избавиться от каких-то болезней. Вот в вашем случае... Как вам помогло? Да, как вам помогло, возможно, у вас были какие-то, да, отклонения по здоровью, и благодаря ушу вы избавились от них? Ну, вот, когда это уже человек в возрасте, то тоже вот у него всякая хандра вот приходит, да, вот, если занимаешься, то он не чувствуется. А лично у вас что-нибудь было такое, от чего вы избавились? Ну, вот, я работаю, и очень помогает работать. Силы появляются? Да, да, не только силы, но и вот мозг хорошо работает. Разбивается? Нет, не разбивается, а просто вот в этом... Более концентрированное становится. Общее самочувствие, в общем, тонус, да, поддерживает тонус. Да, да, очень хорошее. Да, очень точное объяснение. При том, что сочетается с правильным дыханием, с правильным положением тела, то есть, когда человек делает прослабленные, правильные движения, и стоит за или цигуна, то кора головного мозга отдыхает, соответственно. То есть, набирается сил, а когда потом человек начинает заниматься умственной работой, это чувствуется, как будто человек зарядился батарейкой. Ну что, спасибо большое, дорогие наши гости. Мы благодарим вас за то, что посетили наш эфир сегодня. И напоминаем вам, дорогие телезрители, о том, что 24 и 25 ноября вы можете прийти и посмотреть на чемпионаты первенства по ушу памяти Брюса Ли, который будет проходить во Дворце спорта «50 лет победы». Посетите обязательно это мероприятие. Я думаю, будет просто хотя бы интересно понаблюдать, как это все происходит. Ну, если в прошлом году соревнование проходило в зале детской и юношеской спортивной школы номер 4, то в этом году мы видим то, что во Дворце спорта. А мест там очень много, так что всех приглашаем и всех очень ждем на этом соревновании. Ну, а вы не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что после рекламы мы продолжим наш эфир. После небольшого перерыва с вами вновь телепередача «Спортклуб». В студии работают Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну что, мы продолжаем наш эфир. И последний блок нашей программы мы решили посвятить очень интересному спортивному мероприятию, которое прошло 12 ноября. Это 11 соревнование по ездовому спорту «Дыхание Севера-2017». И сегодня в нашей студии непосредственные организаторы и участники данного мероприятия. Давайте знакомиться. Ближе к нам находится Мария Трифонова. Она участница 11 соревнований по ездовому спорту «Дыхание Севера». И ее любимая немецкая овчарка Брайан, которая заняла второе место. Но об этом чуть подробнее, да, позже. Да, и у нас по центру гостевого стола находится Василий Федоров, руководитель Федерации ездового спорта Республики Саха-Якутия. А также Петр Слепцов, участник соревнований и его любимая хаска «Зельма», которая заняла первое место. Ну что, добрый вечер. Здравствуйте. Дорогие гости, здравствуйте. Ну и первый вопрос, конечно, к Василию. Как прошли эти соревнования, сколько всего было участников, но уже распроводится в 11 раз. В 11 раз есть с чем сравнить? Да, ну вот эти соревнования у нас прошли хорошо, отлично, да. У нас объявлено 6 дисциплин, и участников было 51. Дисциплина у нас детская была «Happy Dog», это ребенок на упряжке бежит 200 метров. Также женщин мы разделили на две категории, это женщина от 14 до 40 лет, и от 40 и выше ветераны. Это по скиджорингу, это человек с лыжами и собакой. Дальше у нас идет упряжка 1, и мужчинский скиджоринг. Там у нас 4 спортсмена было, их не разделяли. И также две категории упряжки 1, и 2 собаки, и упряжка 3, и 4 собаки. И Мария расскажет, поскольку впечатления. Ну что, непосредственный участник. Расскажите, как прошли Ваши соревнования, и Вы достигли второго места, завоевали, да? И вот Ваши впечатления? Ну, мы участвуем практически на все соревнованиях, весенние, осенние, на всех видах. В этом раз заняли второе место на дисциплине скиджоринг, 2 километра. Ну, пробежались довольно-таки хорошо, как бы результатом довольны. А вот до участия на данных соревнованиях на лыжах катались? Ну, в детстве я занималась, да, лыжным спортом, поэтому для меня было немножко, как бы, попроще. А так, есть, как бы, эти, как бы, лыжные трассы, можно по ним ездить, чтобы собака тянула вперед. То есть, а Вы постоянно практикуетесь с ней, да, такие? Да, мы тренируемся. Всю зиму мы ездим не только на лыжах, ездим на нартах. Летом мы ездим на великах, ну, естественно, и бегаем тоже. Ну, давайте поговорим про Вашего питомца. Вот немецкая овчарка по кличке Брайан. Спрятался Брайан. Сколько лет? Стесняется немного. Сколько лет по характеру? Брайану 3 года. Он длинношерстная немецкая овчарка. Очень такой, порода считается самая уникальная, которая и служебная, и для спорта очень хорошо. И живет он на улице, так и является длинношерстной, ему комфортно. Порода очень хорошая, уникальная. Мы с ДВУом спортом занимаемся уже, ну, года третий, третий год уже пошел. Третий год пошел. Да. А Мария, как вы когда решили приобрести собаку для себя, вот вы сразу знали, да, что это будет немецкая овчарка, или это просто волей судьбы как-то попало? Ну, я всегда хотела немецкую овчарку, но насчет длинношерстной, это я уже когда выбирала щенка, увидела, просто влюбилась в эту породу, просто захотела сразу, и все, он стал моим. Очень хорошая. И у нас еще растет вторая немецкая овчарка тоже, 6 месяцев, девочка, тоже будет в ездовом спорте участвовать. Будущая спортсменка, да? Будущая спортсменка. Так интересно, да, когда мы говорим про спортсменов не в человеческом обличии, да, а вот братьях наших меньших, да? Ну и Петр Слепцов, расскажите про своего питомца и про ваши соревнования в этом году. Здравствуйте. Ну, соревнования у нас прошли очень хорошо. Мы уже, да, с Зельной уже давно участвуем в почти всех соревнованиях, и призовые тоже у нас есть. Ну, Дыхание Севера у нас вообще, как бы, прошло, как бы сказать, да, на хорошем уровне. И у нас хорошие были спонсоры, и участников было, да, такой холод будет немало, как бы сказать. Да, много людей пришло поучаствовать, это здорово, конечно. Петр, мы знаем то, что вы у нас заняли, вы победитель в заезде на упряжках, да, там по три, по четыре собак. Такой вопрос вот. Вы сегодня пришли с собакой породы хаски, зовут ее Зельма, да? Остальные вот собаки, которые упряжку вот тянули, они тоже ваши все собаки? Нет, это у нас, получается, сборная собак, хозяева, получается. Вот у меня два мальчика, это у нее один хозяин, Джеки Форд, и девочка Тея была хаски. Ну, у меня, получается, упряжка чисто с хаски была, четверка, четыре хаски. Ну, собак собрать в команду, это очень сложно. Ну, да, три-четыре, конечно, много же. Они не первые еще, да, между собой разные характеры, и как они друг с другом доладят. Надо подбирать, надо ставить, как с кем-то, с кем-то, надо... Дружит, не дружит, как? Да, если не дружит, надо чуть подальше от него. Это очень большая работа. Ну, вот у нас, вот Петр, у него только одна собака, получается, да? А у других ребят по четыре собаки есть. То есть им было чуть-чуть проще. Проще? Да, но Петр вот своим усердием, своими тренировками вырвал победу у этих... У тех, у кого были уже, да, сформировавшиеся команды. Да, которые уже набеганные, уже постоянно катаются. Ну, я думаю, вот соревнования, да, еще начинаются вот именно в заезде с тремя-четырьмя собаками. Соревнования начинаются еще до старта. Вот как вы объяснили, да, то, что вот как ставить и так далее, но это же тоже надо все учитывать. Ну, сколько у нас вот было дисциплин, да, мы говорим о скайджоринге, вот мы говорили... Скайджоринг. Заезды. Вот хэппи-дог, давайте об этом поговорим. Это очень, наверное, такое интересное мероприятие, и ведь в нем участвуют дети. Да, дети вот хэппи-доги, вот санки, ну, либо нарты, либо санки из... Маленького размера, да? Да, маленького размера. И ребенок стоит, каюрит, и собака уже по прямой 200 метров бежит. Ну, это очень зрелищно. Ну, это именно дети от 4 до 13 лет. И там наш партнер передоставил каждым, ну, призерам корм Роял Канин, большой мешок 15 килограмм. Они вообще обрадованы, дети такие, ай, не могу таскать. И это все равно как бы их, ну, как привлекает в спорт именно. И любовь к животным. То есть можно не просто так гулять, а именно заниматься спортом, свежий воздух и здоровый образ жизни. А есть ли у вас где-то клуб или где вы проводите тренировки и вообще, допустим, если у меня есть хорошая собака и у меня есть ребенок, вот куда мне привезти ребенка и своего любимого питомца, чтобы они стали заниматься именно ездовым видом спорта? Ну, у нас есть официальный сайт fessaha.ru и также страница в инстаграме fessaha. И вот ребята, вот как раз Петр и несколько ребят начали семена маленькие, да, для начинающих, говорю, как бы основа, чтобы научить, как правильно вот это подбирать, какие дисциплины, какие амуниции должны быть, да. Вот на собаке в Брайне и на зеленье можете увидеть специальную шлейку, чтобы не травмировать собаку. Не за поводок, а вот специальный. То есть она распределялась по всему телу, да, нагрузка? Да, распределение веса. Также для спортсменов скиджоринга и каникроссов есть вот специальный поезд. Вот человек надевает и сюда уже собаку. Тогда широко она не травмирует спину и также вот собаку. Также есть у нас потяг, вот эта веревка с резинкой, ну тоже, чтобы собака не травмирует. Здесь все это специальные амуниции. То есть раньше у нас в Якутске такого не было в продаже. Сейчас уже ребята продают, есть специализированные магазины в Инстаграме. То есть безопасность соблюдать необходимо как для животного, так и для участников. Да, и также у нас есть ребята, которые делают нарты. Допустим, уже два хороших специалиста, вот сами научились делать. И уже они под заказ нашим спортсменам делают нарты. Ну то есть на примере вот каких-то мировых стандартов, да, приблизительно вот... Да, по фотографии, ну и по удобству. То есть сначала какой-то первый вариант, потом уже второй, чуть-чуть, каждому разу они улучшают конструкцию. А мы когда с Ласием готовились к этому эфиру, мы пришли очень интересный факт, да, о том, что буквально недавно в соревнованиях принимало участие там буквально 7-10 человек, да. На первых соревнованиях. Да, да, на первых соревнованиях, да. И сейчас 50, да. То есть мы видим, да, что людям это интересно. Ну, конечно, возможно, хотелось бы, чтобы больше людей, да, принимало участие, да, в этом. Ну и для этого, конечно, может быть, вы нам скажете, да, ну вот помимо страниц, да, в Инстаграме и на сайте, да, вот ваши требования, вообще есть ли какие-то требования к собакам, есть ли требования к участникам или желания одного достаточно? Ну, как в визитовом спорте нету такого понятия, как ограничений, да, то есть по родности. Может даже с маленькой собачкой, с чихуахуа, грубо говоря, да, китайские хохваты, даже с большими огромными алабаями люди участвовали. Ну, вот мы всем рады. То есть собакам нужно бегать, им надо выплескивать свою энергию, чтобы не там дома что-то там, ну, не ломать там или вот это. Им не, вот, когда люди собаку заводят в квартире или где-либо на цепи, они постоянно только прогуливаются маленько и сразу домой, а собаке надо бегать, ему надо что-то делать. Выплескивать энергию, да? Да. И вот как раз ездовой спорт отличный, отличная площадка, да? И вот именно поэтому Брайан сейчас смотрит на нас и говорит, когда же закончат этот эфир, я хочу уже рвануть, да? Вот прям по нему видно, Брайан уже готов, ему надоело сидеть. Смотрит в сторону выхода, да? Да, да, ему надоело сидеть в студии. Ну что, дорогие наши гости, спасибо, что посетили наш эфир. Желаем вам и вашим питомцам успехов, дальнейших достижений. Да, и перед тем, как попрощаться, давайте спросим, следующее соревнование у нас. Где и когда? Без снежный сезон уже. Без снежный сезон. Снежный сезон, еще один старт. А какого числа? В марте. В марте. В предположительную зеленую лугу, в середину марта будет. Хорошо. Ну что ж, в марте месяце всех вас ждем на следующем старте «Дыхание севера». Ну а мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся ровно на одну неделю. Смотрите «Спортклуб», занимайтесь спортом и будьте здоровы. Ну что, увидимся в следующую пятницу. До новых встреч. Всего доброго. Продолжение следует...